Здравствуйте, приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. И мы поговорим об азимовом чесноке, традиционной культуре, ну как повысить урожайность, как вырастить здоровые луковицы. Именно что можно сделать еще сейчас, в эту пору, когда уже кончается осень, началась зима. Можно ли повысить урожайность? Ну, говорить, что азимовый чеснок культуры популярны, это значит говорить ни о чем. Ее любят все, выращивают азимовый чеснок все, за то, что он дает ранний урожай, дает хорошую раннюю зелень, поэтому он растет на каждом огороде. Но хорошими урожаями могут похвастаться далеко не все. Почему это происходит? Почему это происходит? Недостаточная подготовка почвы, недостаточная обработка посадочного материала, или вообще отсутствие данного процесса, значит, приводит к тому, что чеснок растет-растет народа, вырастает, а когда приходится убирать, выкапывают, а там луковицы, ботва вроде была хорошая, а уже луковицы нету, она сгнила. Так вот, для того, чтобы этого не случилось, и чтобы у вас были большие крупные луковицы, и здоровые добавок, значит, можно предпринять сейчас определенные мероприятия. Значит, что можно сделать? Если вы хотите, для того, чтобы ваш чеснок растет хороший, но луковицы мелковатые, размер луковиц, то есть их размер и самой луковицы, и зубков, можно повысить очень простым способом. Значит, градки с чесноком надо присыпать слоем перегноя. Слой перегноя с слоем, ну, толщина слоя 10 сантиметров, это будет недостаточно, чтобы распределить ваш чеснок питанием во время роста и способствовать нарастанию крупных луковиц. А вот, если у вас хорошие чесноки растут, но потом загнивают, это значит, что у вас почва недостаточно подготовлена, соответствует экологическим требованиям чеснока. Почему? Чеснок – культура, которая любит известковые почвы. Если у вас почва кислая, значит, чеснок заболевает. Как бороться? Значит, с болезнями и вредителями. Делается очень все просто. Значит, опять же, в эту пору можно что сделать? Делаем смесь доломитовая мука, зола и табачная пыль. Доломитовая мука с золой раскислят почвы, зола отпугнет болезни, как бы на руководителях можно сказать, ну, предоставит появление болезни на вашем чесноке, вот, а табачная пыль отпугнет вредителей, которые, ну, зарятся на ваш чеснок. И эту смесь делаем из расчета. Две части доломитовой муки, по одной части золы золы и одну часть табачной пыли. Все перемешиваем и рассеиваем на наших градках с чесноком. Если у вас почва голая, значит, это просто по земле сыплется. Поверьте, что эта зашита начнет работать весной, когда почва тает, и с влагой это все будет проникать в почву, и это будет все способствовать хорошим, здоровым луковицам вашего чеснока. Ну, если выпал снег, это можно делать по снегу. Ну, единственный нюанс, если делать по снегу, рассыпаем такую смесь, значит, необходимо то, что посыпали, прикрыть то ли ветками, то ли лапниками, чтобы ветер просто-напросто не сдул пока. Потом оно промокает, промокнет, оно потом опускается на, как бы ниже, и оно уже не сдувается. Ну, в начальный период обязательно прикройте. Значит, почему это самое, прикрываем ветками или лапником, чтобы ветер не разнес наши материалы, которые мы рассыпали. Ну, некоторые огородники делают такую ошибку, что берут эти материалы, просто мульчируют, то ли торфом, то ли перегноем. А вот это делать я им не советую. Почему? Потому что торф или перегной, они ложатся на снег, значит, снег медленно будет таять. И весной, раз будет по этим слоям мульчи медленно таять, значит, это не совсем хорошо будет для вашего чеснока. Поэтому мульчируем растения только по голой земле. Если лежит снег, только ветки или лапник. Так что, вот, используйте эти способы. Вот, то есть, засыпка перегноем или обработка смесью этих, этих веществ, которые я назвал, то есть, доломитовой муки, доломитовой муки, золы и табашной пыли, и ваш чеснок будет крупный и хороший. Желаю вам хороших урожаев. Смотрите наш YouTube-канал. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова